Бисмилляху вассалату вассаламу аля Расулилля. Да благословит его Аллах и приветствует, спросил меня, «О Аиша, что за неопрятный вид у Хувайлии?» Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Я ответила, «О посланник Аллаха, у женщины нет мужа, он постится днем и молится по ночам. Она словно женщина, у которой нет мужа, поэтому оставила себя и запустила». Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил человека за Усманом ибн Маазуном. А когда он пришел, он его спросил, «О Усман, ты не желаешь следовать моей сунне?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, нет, у посланника Аллаха, напротив, я стремлюсь к твоей сунне». На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине я сплю и молюсь, соблюдаю пост и разговляюсь, и заключаю браки с женщинами. Побойся же Аллаха, о Усман. Поистине твоя жена имеет на тебя право, и твой гость имеет на тебя право, и твоя душа имеет на тебя право. Поэтому постись и разговляйся, молись по ночам и спи». Шейх ибн Усаймин говорил, «Поистине некоторые, проявляющие религиозную ревность люди, если посмотреть на их положение, то можно найти у них множество упущений во многих вещах. Сколько же женщин сейчас плачут, сожалея о том, что вышли замуж за придерживающегося религии? Ведь они обнаружили, что они наихудшие из людей во взаимоотношениях со своими женами. И это несмотря на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Лучшие из вас, лучшие к своим женам, а я лучший из вас в отношении к своим женам». Но этот несчастный приводит в довод другой хадис и говорит, «А разве посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал, поистине женщины у вас подобны пленникам?» Да, однако посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил ее с пленницей, побуждая как раз к проявлению мягкости в отношении них и сказал, это не для того, чтобы их порабощать. Мы обращаемся с жалобой к Аллаху, братья мои. Субтитры подогнал «Симон»